Просто стоя на Земле и глядя по сторонам, определить форму нашей планеты непросто. Несмотря на это, еще древним грекам удалось понять, что наша планета шарообразная. Хотя у некоторых с этим до сих пор проблемы. Ну а сегодня мы можем просто запустить аппарат в космос и сфотографировать Землю целиком, как, например, это делает каждые 10 минут японский аппарат Химавари-8. И каждый из вас может зайти на сайт аппарата и увидеть, как Земля выглядит из космоса практически в реальном времени. Или скачать архивные снимки. Ну и, конечно, Химавари далеко не единственный. Но с формой нашей галактики все намного сложнее. Ведь масштаб совсем другой. Мы находимся внутри нашей галактики, вот здесь. И мы не можем улететь на десятки или даже сотни тысяч световых лет от Млечного Пути, чтобы увидеть его форму со стороны. Вот тут, собственно, и появляется вопрос, который я достаточно часто слышу и на который сегодня попытаюсь ответить. Все мы видели изображение нашей галактики, но откуда мы знаем, как она выглядит, если мы находимся внутри нее? Но как и эротовсфену, которому не понадобилось лететь в космос, а охватила тени от Солнца и геометрии, чтобы достаточно точно рассчитать окружность Земли более двух тысяч лет назад, и мы можем получить определенное представление о том, как выглядит наша галактика, даже находясь непосредственно внутри нее. Вот одно из самых популярных изображений, которое показывает структуру нашей галактики. Хоть оно и похоже на фотографии других галактик, понятно, что это можно сказать рисунок. Скажу сразу, что мы до конца не знаем, как выглядит наша галактика, но это не означает, что такая иллюстрация это чья-то фантазия. Напротив, такие изображения основаны на десятилетиях работы ученых, наблюдений, исследований и расчетов. И вот об этом мы поговорим подробнее. Мы с высокой степенью вероятности можем говорить об общих чертах, но вот отдельные элементы, такие как количество спиральных рукавов, их протяженность и другие детали могут быть предметом обсуждения. Итак, Млечный Путь это спиральная галактика с перемычкой. То есть она имеет плоскую и спиральную структуру. В центре галактики, если мы смотрим на нее с ребра, мы видим утолщение, балдж. У галактики есть перемычка, вытянутая структура в центре. Вот пример другой галактики NGC 1300, где мы видим отчетливо перемычку, от которой отходят спиральные рукава. В центральной части галактики сосредоточены в основном старые звезды. В самом центре находится сверхмассивная черная дыра. Вокруг галактического диска сферическое голов, в котором находятся шаровые скопления и предположительно темная материя. Как я уже сказал, количество спиральных рукавов являлось предметом дискуссии. Два главных рукава в нашей галактике или четыре. Сейчас чаще говорят о четырех спиральных рукавах. А на этой иллюстрации рукава более ярко выражены. Но могут быть и другие структуры, как, например, меньший рукав Ориона, в котором находится наше Солнце, а значит и мы с вами. Солнце в самом центре этого изображения. А рукав как бы соединяет рукава Персея и Стрельца. Вообще по самой структуре я прошелся очень кратко и думаю еще сделаю более подробное большое видео. Безусловно, наше представление о структуре галактики менялось со временем. По мере совершенствования технологий, появления новых методов и данных и совершенно точно будет уточняться и в дальнейшем. Но как же нам удалось составить современное представление? Первую попытку создать карту нашей галактики предпринял известный астроном Уильям Гершель еще в 1785 году, тщательно подсчитывая количество видимых звезд и их распределение в небе. И у него получилась вот такая карта галактики неправильной формы с Солнцем в области центра. А вплоть до начала 20 века считалось, что наша галактика Млечный Путь это и есть вся Вселенная, а другие наблюдаемые галактики называли туманностями и считали, что они часть Млечного Пути, наряду с планетарными туманностями, которые действительно находятся внутри нашей галактики. В начале 20-х годов 20 века разразился так называемый большой спор между Гербером Кертисом, который утверждал, что наблюдаемые туманности это другие галактики, подобные нашей, и Харлоу Шепли, который, напротив, утверждал, что Млечный Путь это и есть вся Вселенная. Однако позже Эдвин Хаббл, используя цифеиды, переменные звезды с предсказуемой зависимостью период светимости, доказал, что туманность Андромеды находится не в нашей галактике, а далеко за пределами ее. И на самом деле является другой галактикой, подобной нашему Млечному Пути, тем самым навсегда изменив наше представление о Вселенной. О том, как происходили эти открытия, я уже более подробно рассказывал в ролике про Андромеду и слияние галактик, так что повторяться не буду, посмотрите, если не видели. Помимо понимания того, что кроме нашей галактики есть и другие, еще одним важным открытием стало осознание того, что наше Солнце находится далеко не в центре галактики, как считалось долгое время до этого. Интересно, что важный вклад в решение этого вопроса внес Харлоу Шепли, хотя в большом споре он стоял на стороне, оказавшейся в итоге неправой, зато преуспел в другом. Он измерил расстояние до шаровых скоплений, и оказалось, что они относительно равномерно распределены в сферической области пространства диаметром 100 тысяч световых лет. Если бы мы были в центре галактики, то шаровые скопления удалялись бы от нас во все стороны равномерно, но это было не так, и оказалось, что наше Солнце достаточно далеко от центра галактики. Итак, два факта, о которых я уже сказал, а именно существование огромного количества других галактик, и что мы не в центре своей галактики, очень важны, и теперь перейдем непосредственно к форме. Когда я писал сценарий к этому ролику, я наткнулся на следующую аналогию. Проблему определения формы галактики сравнили с тем, как если бы человек в огромном лесу, привязанный к дереву, пытался определить форму всего леса. И мне пришла в голову немного другая аналогия с лесом. Представим себе, скажем, муравья. Пусть это будет разумный муравей, который сидит на поверхности дерева в смешанном лесу. Вокруг него лес из лиственных и хвойных деревьев. Дерево, на котором сидит муравей, это как бы галактика. Муравей смотрит по сторонам и видит, что вокруг него деревья только двух главных типов. Хоть он и не может видеть все свое дерево целиком, он видит его отдельные фрагменты и некоторые черты, скажем, иголки. Итак, сравнивая эти части с окружающими деревьями, он может легко определить, к какому типу относятся его дерева. И мы делаем что-то похожее. Нам сейчас известно, что в наблюдаемой Вселенной сотни миллиардов галактик. И хоть их и огромное количество, по структуре их все можно отнести всего к нескольким типам. На самом базовом уровне большинство галактик можно отнести всего к трем типам. Эллиптические галактики, спиральные галактики и галактики неправильной формы. Конечно, есть еще и подтипы, и вообще все немного сложнее. Тут я вновь скажу, что у меня есть отдельный ролик про формы галактик, где я разбирал это подробнее. В городе в условиях сильной городской засветки увидеть Млечный путь невооруженным глазом невозможно. Но думаю, многие из вас его видели за городом. Ну и даже если не своими глазами, то уж точно видели вот такие фотографии Млечного пути в нашем небе. И в северном, и в южном полушарии Млечный путь виден как полоса в небе. Уже это говорит о том, что мы не живем в эллиптической галактике, которая имеет сферическую форму. А скорее наша галактика имеет плоскую форму, как и огромное количество других спиральных галактик, которые мы видим в небе. А их мы, кстати, видим с самых разных углов и ракурсов. Какие-то, подобно этой галактике М51, повернуты к нам плоскостью диска. Какие-то под углом. А какие-то с ребра. Находясь на Земле, мы не можем сделать 360-градусную панораму всего неба и увидеть весь Млечный путь целиком. Зато это может сделать аппарат, находящийся в космосе. Вот панорама всего неба из космоса, и на ней мы видим весь Млечный путь целиком. А это панорама в инфракрасном диапазоне. А теперь давайте сравним ее с этой галактикой NGC 4565. У обеих галактик плоская структура с утолщением посередине. Это утолщение Балдж. Уже из того, что мы видим и зная существующий тип галактик, мы можем говорить о том, что мы, скорее всего, живем внутри диска спиральной галактики. Если бы мы жили в эллиптической галактике в небе, была бы совсем другая картина. Но это, конечно, еще не все аргументы. Например, то, как распределяется газ, его количество и доминирующие цвета в нашей галактике соответствуют параметрам других типичных спиральных галактик, что также говорит об их сходстве. Интересно, что я часто видел вопросы про форму галактики, но ни разу не видел вопроса о том, откуда мы знаем форму Солнечной системы. Хотя так же, как и Солнце находится в плоскости диска галактики, наша Земля находится внутри Солнечной системы. Но определить общее строение Солнечной системы удалось еще сотни лет назад. Мы можем наблюдать за движением планет в небе, и это позволяет нам рассчитать их орбиты и построить модель Солнечной системы. У меня, кстати, есть старый ролик о том, как менялось представление человека о Вселенной, начиная с древних времен и до наших дней. В случае с галактикой, для того, чтобы лучше понимать ее структуру и процессы, которые в ней протекают, также необходимо знать расстояние до отдельных объектов, звезд и облаков газа, их скорость и движение, что уже позволяет построить более точную карту Млечного пути. Хотя, безусловно, на масштабах галактики это очень сложная задача. Для того, чтобы построить карту, нужно знать, как далеко находятся от нас объекты. Благо, сегодня у нас есть различные методы определения расстояний в космосе. Для сравнительно недалеких звезд астрономы используют метод тригонометрического параллакса. Наблюдая одну и ту же звезду с двух противоположных точек орбиты Земли, то есть с максимально широкой доступной нам базы, зная расстояние до Солнца и измеряя, насколько наблюдаемая звезда сместилась относительно фоновых объектов, используя тригонометрию, мы можем рассчитать расстояние до звезд. Такой метод работает в пределах нескольких сотен световых лет. Далее эффект параллакса становится неразличимо мал. Однако теперь мы знаем расстояние до большого количества звезд, а зная расстояние и используя спектроскопию, мы можем узнать и другие параметры, такие как размер, светимость и состав. Ну а звезды тоже разделяются на определенные категории. И скажем, если у нас есть две звезды с одинаковыми свойствами и светимостью, и мы знаем расстояние до одной из них с помощью параллакса, в соответствии с законом обратных квадратов, интенсивность источника света, а значит яркость звезды, обратно пропорциональна квадрату расстояния. То есть если вторая звезда в четыре раза тусклее первой, расстояние до которой нам известно, то она в два раза дальше. Если в сто раз тусклее, значит в десять раз дальше и так далее. Так, а также используя и иные методы, мы можем измерить расстояние и до других звезд. Вообще о расстояниях в космосе, я думаю, еще сделаю отдельный ролик. Но ведь все находится в постоянном движении, и кроме расстояния нам нужно еще знать, как двигаются объекты и с какой скоростью. Это тоже непростая задача. Мы можем наблюдать звезды в течение долгого времени и зафиксировать и измерить собственное движение звезд. То есть как изменяется положение звезды на небесной сфере для наблюдателя на Земле. Известный пример это звезда Барнарда, которая быстрее всех известных звезд меняет положение на небе. Вот фотографии с шагом в пять лет. Но ведь так мы видим лишь двухмерную проекцию, и она не показывает реального движения в трехмерном пространстве. И для этого нам нужен второй компонент – радиальная скорость. То есть скорость, с которой звезда удаляется от нас или приближается к нам. А радиальную скорость мы можем измерить, используя эффект Доплера. Если звезда удаляется от нас, ее спектр смещается в сторону красной части спектра, а если приближается – в синюю. Об этом у меня уже было одно из первых видео на канале. Комбинируя собственное движение, а точнее тангенциальную скорость, с радиальной скоростью, мы можем узнать настоящее движение звезды в трехмерном пространстве. Например, сегодня в космосе работает телескоп Европейского космического агентства ГАИА. Он измеряет положение и скорости миллиарда звезд нашей галактики и строит наиболее подробную трехмерную карту Млечного Пути. О новых открытиях, основанных на данных телескопа ГАИА, я регулярно рассказываю в астрообзорах. Вот, например, изображение по данным телескопа ГАИА с радиальными скоростями 7 миллионов звезд. Красные удаляются от нас, а синие приближаются. Фактически на этом изображении мы видим вращение нашей галактики. А еще интересно, что помимо построения карты, знания о том, как звезды движутся вокруг центра нашей галактики, привели к неожиданным выводам. Я уже приводил сравнение с Солнечной системой, но оказывается разница не только в масштабах, но и в поведении объектов. Ожидалось, что чем дальше звезда от центра галактики, тем должна быть ниже ее орбитальная скорость, как предсказывает кеплеровская динамика и как это происходит в Солнечной системе. Но на масштабах галактики это не так. Вот график, который показывает кривые вращения галактик. Кривая А, которая показывает падение скорости с увеличением радиуса, это то, что ожидается увидеть. А другая, плоская кривая Б, это то, что мы наблюдаем на самом деле. То есть скорость не падает дальше от центра галактики. Такая кривая вращения – это один из аргументов существования темной материи, как недостающей скрытой массы, необходимой для таких скоростей. Наличие перемычки в центре нашей галактики было предсказано моделями, а также подкреплено наблюдениями. Например, данными Слоуновского цифрового небесного обзора, команда которого измеряла скорость тысяч звезд в центре нашей галактики и полученные результаты указывали на существование перемычки. И я еще не сказал о том, что долгое время мы вообще не могли увидеть значительную часть нашей галактики, так как в видимом диапазоне многое скрыто за облаками газа и пыли. Однако появление радиоастрономии и технологий, позволяющих наблюдать космос в инфракрасном и других диапазонах, дало нам возможность заглянуть за плотные облака газа и пыли и увидеть намного больше, в том числе свидетельство существования сверхмассивной черной дыры в центре галактики, наблюдая за орбитами звезд в самом центре. И даже удалось рассчитать массу черной дыры. Есть и много других свидетельств в пользу ее существования. Ну и как насчет спиральных рукавов? Еще в 50-х астрономы изучали с помощью радиотелескопов облака газа и пыли, в которых происходит формирование звезд. Тогда, составляя карту по таким наблюдениям, получалось, что у Млечного Пути четыре главных спиральных рукава. Затем, в 2008 году, наблюдая миллионы звезд в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа Спитцер, ученые увидели свидетельство только двух рукавов. Но проблема в том, что Спитцер видит менее массивные и более холодные звезды, подобные нашему Солнцу, которых значительно больше и у них более долгий срок жизни. И они могут находиться вне спиральных рукавов. Но более позднее исследование сфокусировалось, напротив, на более массивных звездах. Были рассчитаны расстояния до них и их светимость. Массивные звезды встречаются реже, а также у них очень короткий срок жизни. Всего миллионы лет вместо миллиардов умения массивных звезд. А значит, они встречаются там, где они появляются, а именно в рукавах, где сконцентрирована значительная часть газа, из которого они формируются. Вот карта распределения этих звезд, и они указывают на наличие четырех спиральных рукавов. Кстати, обратите внимание на регион, показанный линиями между 350 и 10 градусами. Это то, что мы не видим из-за ядра галактики. Есть и другие исследования, в которых, например, были построены трехмерные карты распределения пыли в нашей галактике. В них мы можем видеть свидетельство наличия спиральных рукавов. Итак, может кому-то интуитивно и кажется, что невозможно узнать форму галактики, находясь внутри нее. Но мы уже не раз убеждались, что не обязательно видеть что-то напрямую, чтобы знать, как это устроено. Если вы вдруг своими глазами никогда не видели полосы Млечного Пути в ночном небе, не поленитесь выбраться за город подальше от городской засветки. Как раз уже относительно скоро наступит лето. Конечно, выглядеть это будет не так, как на этих фотографиях, для создания которых свет собирается долго. Но все же, когда Млечный Путь хорошо виден, это впечатляющее зрелище. Спасибо всем, кто досмотрел до конца новый выпуск рубрики «Откуда мы знаем». Напоминаю, что вы можете предложить свою тему в комментариях с хэштегом «Космос просто тема». Если вам понравился этот ролик, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк и оставить комментарий, чтобы этот ролик увидело больше людей. Ну и если вы в первый раз на канале и вам понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне и всеми другими способами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok